Библейский портал экзегет.ру представляет В эфире библейский портал экзегет.ру. С вами священник Дионисий. Мы продолжаем читать и изучать первое послание апостола Павла Крисова Никиса. Читаем и изучаем пятую главу, в которой апостол Павел говорит о дне наступления Дня Господня и дает некоторые нравственные назидания фессалоникийским христианам. С точки зрения текста и его разделения на главы, имея в виду тексты первого послания к фессалоникийцам, мы видим, что отрывок заканчивается здесь, в четвертой главе. На самом деле отрывок заканчивается в пятой главе, потому что тема продолжается второго пришествия. «О временах и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». Действительно возникает вопрос к Павлу, когда же придет Христос? Когда же наступит этот день Х, когда мы передадим Богу ключи от своего царства и будем вместе с Ним навсегда? Павел не знает, когда это произойдет, поэтому говорит о том, что это придет внезапно. Ибо когда будут говорить о мире безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука, родами постигает имеющего чревие и не избегнут. Павел цитирует известное выражение победоносной римской армии, которая проповедовала мир и безопасность. по-гречески «Ириники асвалия». Асвалия – непоколебимость. Слово «асвалия» – это что-то такое совсем непоколебимое. От этого слова происходит наше известное слово «асвальт». Так вот, римская власть проповедовала мир и непоколебимость посредством оружия. И впоследствии даже обожествляла власть. И вот эта высшая степень богохульства, когда правитель становится на место Бога, вот это и символ, и знак того, что наступит второе пришествие по мысли и версии апостола Павла. Поэтому Павел предлагает не задумываться о том, когда будет второе пришествие. Он предлагает людям получать утешение в том, что они обязательно, обязательно, подчеркивает он, передадут свои ключи от этого мира Богу, и несправедливость, болезнь и смерть прекратятся вместе с гонениями и преследованиями христиан. Поэтому вся жизнь христиан должна проходить непорочности и святости перед внешним миром. И она, как говорит апостол Павел, должна проходить под знаком света, ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью и упивающиеся упиваются ночью. Ночь — это время не самое благоприятное и наполнено различного рода опасностями и, возможно, скорбями. Поэтому вся жизнь христиан, она должна проходить как бы в свете, при свете дня. Опять же, Павел подчеркивает, что христиане ничего не должны бояться, потому что, по большому счету, многие люди боятся даже ложиться спать. И если сейчас мы находимся под надежной охраной людей, которые беспокоятся о нашей безопасности, то это не всегда так было в древнем мире. И когда человек ложился спать, он не знал, проснется ли он, и останется ли он со своим имуществом. И не умрет ли он, потому что сон — это, в некотором смысле, маленькая смерть, когда ты не властен над собой. Нет, Павел говорит о том, что вся жизнь, она проистекает как бы днем, при свете солнца, когда христиане ничего не боятся, потому что они последователи Христа. И он говорит, что не будем спать. Конечно же, это метафорическое выражение означает не то, что люди не должны спать, но они не должны спать в значении, они не должны терять бдительность в ожидании самого Христа. Более того, Павел говорит о том, что мы, будучи сынами дня, трезвимся, облегшись в броню веры и любви, в шлем надежды и спасения. Тоже прекрасные метафоры. Вся защита христиан, она сводится в веру и любовь и надежду. С чего, собственно, начиналось его послание. Вот это надежная опора. Не меч, не шлем, а воинствующий, определенный для войны и для защиты от смерти. Вера, любовь и надежда. Конечно, с точки зрения человеческой логики и рационального разума, это уж не такие надежные защитники. Тем более, что вся жизнь, она простирается при свете дневном. Однако, это единственное, что есть у христиан. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению и спасению через Господа нашего Иисуса Христа. Нам кажется, эта тема немножко не раскрыта в этом послании, потому что темы оправдания веры Павел будет раскрывать в более поздних посланиях, в послании к Галатам и в послании к Кремлинам. Однако, он совершенно уверен в том, что если ты последовал за Христом, если ты не свернул с этого пути, то ты не можешь быть определенным на суд, на гнев, на осуждение. Ты определен к вечной жизни. И это должно вдохновить нас на то, чтобы жить при свете дневном и ничего не бояться. Поэтому неважно, бодрствуем ли мы или спим, жили вместе с ним, посему увещайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. И затем Павел дает некоторые заключительные наставления о том, что нужно увещевать друг друга, то есть утешать друг друга. Действительно, в чем же еще может заключаться или проявляться любовь к христианам, особенно тогда, когда они теряют близких или испытывают притеснение. В том, чтобы поддерживать друг друга, утешать, развивать горизонтальные связи друг с другом. Павел призывает утешать друг друга, наставлять друг друга. И даже не просто устроять, а обустраивать друг друга по-гречески. То есть помогать реально, в значении даже материально. Ну, собственно, он говорит, вы так и делаете. Неоднократно будут говорить то, что фессалоникийцы в этом очень сильно преуспевают. «Просим вас, братья, уважать трудящихся у вас, представителей ваших Господей и вразумляющих вас». Речь идет о пресвитерах церковных и епископах, которые возглавляют церковь. «И почитайте их преимущественно с любовью за дел и будьте в мире между собою». Тоже одна из очень интересных тем, которая была очень близка и дорога апостолу Павлу о том, что один из даров веры – это дар мира. Вера должна приводить к миру друг с другом, особенно среди христиан. «Умоляем вас, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу и ко всем». И в конце он, либо его секретарь, 16 стиха, пишет небольшое стихотворение. В русском языке тоже кажется, что мы можем проследить это стихотворение. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия Христе Иисусе». «Пантоте херете, а диалиптус просехесве». Здесь небольшая поэтическая строфа, которая резюмирует весь текст. Резюмирует все послание, обращенное к христианам, находящимся в состоянии страха, угнетения, возможно, сомнения. Все должно быть преодолено в порыве доброй веры. Напоминая себе о том первом призвании, о той первой проповеди, которую апостол Павел провозгласил в Салониках. Поэтому он говорит «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, непрестанно посвящайте свою жизнь Богу». Потому что молитва — это и есть постоянное ощущение жизни в присутствии Бога. И об этом мы тоже неоднократно говорили, что лейтмотив этого текста заключается в том, что вся жизнь находится как бы в присутствии Бога. И все, что с нами происходит, происходит на самом деле в присутствии Бога. И это не должно вызывать никакие сомнения у нас в нашей вере. «Духа не угошайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, не угошайте того Духа, который вы обрели, обратившись ко Христу. Пророчества не уничижайте, да, пророки — те люди, которые сообщали людям правду в текущем состоянии, душевном, духовном состоянии. Пророков не нужно уничижать. Все испытывайте, хорошего держитесь». Потому что Павел понимает, что он не всегда сможет быть со своими христианами лично и не всегда сможет их посещать. Поэтому дает такие очень емкие наставления, что христианам придется соприкоснуться с огромным количеством информации, испытаний, притеснений. Павел говорит, все испытывайте, но только хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам Бог мира даосветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа. «Единственное желание апостола Павла, чтобы их вера способствовала святой и непорочной жизни, чтобы дух, душа и тело сохранились в целости, чтобы они не были разрушены, чтобы они не противоречили друг другу. И чтобы в этой святости и непорочности христиане предстали перед Богом в день Его пришествия». И в 24 стихе он говорит о том, что верный Бог, да, «пистосо колонимас», да, верный призывающий вас, то есть помните о том, что то, что обещал Бог, исполнится несмотря ни на что, потому что Бог верен своим обетованиям. Это очень тоже важная тема для апостола Павла, которая будет во многом раскрыта и в послании к римлянам. «Верный Бог, призывающий вас, который все совершит». То есть все, что говорил апостол Павел, все действительно произойдет. Поэтому нет повода для уныния и для сомнений. «Братья, молитесь о нас, приветствуйте всех братьев лапзанием святым». Вот, собственно, начинается последняя часть эсхотокол, последняя часть письма античного, которая заканчивается приветствием или состоит из приветствия. «Братья, молитесь о нас, приветствуйте всех братьев лапзанием святым, заклинаю вас Господом, прочитайте все послание всем святым братьям. Благодать Господу нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». На этом закончилось послание апостола Павла к Исалоникийцам. С вами был священник Дионисий. До новых встреч в эфире. Продолжение следует...